Министерство внутренних дел Почувашия предупреждает, будьте внимательны, участились случаи хождения фальшивых купюр. Причем, если раньше злоумышленники подделывали банкноты достоинством в 5000 рублей, то теперь встречаются тысячные и пятисотрублевые. За пять месяцев зарегистрировано 114 фактов сбыта поддельных денег. Особенно внимательным нужно быть жителям Чебоксар и Новочебоксарска. Фальшивки в большинстве случаев всплывают в этих городах. Что должен знать каждый в нашем сюжете? Эксперты вынуждены признать, с каждым годом уровень мастерства фальшивомонетчиков повышается. Изготовлением поддельных купюр занимаются организованные преступные группировки, в распоряжении которых есть и современная техника, и качественные расходные материалы. Тем не менее, специалисты проанализировали фальшивые денежные купюры за последние три года и установили, что некоторые элементы преступники все-таки подделать не в состоянии. При беглом осмотре выявить фальшивую купюру практически невозможно на этой расчет. Частенько подделки завозят в Чувашию рабочие, которые на отхожих промыслах получают зарплату в конвертах. Фальшивыми деньгами расплачиваются и в придорожных автозаправках, кафе с частными продавцами продуктов на мини-рынках. Если у вас возникли подозрения, не постесняйтесь рассмотреть купюру. Обращайте внимание на водяные знаки. У подлинных банкнот их контуры слегка размыты. Нужно найти на денежных билетах защитные волокна. И они должны быть не только на поверхности, но и в толщине бумаги. Проверить наличие защитной нити. Если она плавающая, то обязательно исследовать также на просвет, чтобы она была полной, непрерывной. Вооружитесь лупой. С ее помощью можно разглядеть, что микротекст не четкий, а то и вовсе отсутствует. Особенно в тех местах, которые выглядят как полосы. И еще не забудьте проверить кип-эффект. Пока при исследовании банкнот в косопадающем свете, в горизонтальных орнаментальных полосах, это вот они, мы можем увидеть две буквы РР. На поддельной денежной купюре мы этого не увидим. Сотрудники правоохранительных органов просят граждана содействия в борьбе с фальшивомонетчиками. Заподозрив неладное, действовать надо по следующей схеме. При обнаружении поддельных купюр, не возвращать поддельную купюру, не отдавать покупку и сдачу. Внимательно осмотреть покупателя, запомнить его приметы, осмотреть территорию, прилегающую к магазину. Запомнить номера автомобилей, припаркованных возле магазина. Немедленно вызвать по телефону или с помощью тревожной кнопки сотрудников полиции или сотрудников охраны.